Вечер понедельника Вечер понедельника Вечер понедельника Что делать? Этот вопрос сегодня еще прозвучит в отношении ценных бумаг, находящихся в республиканской собственности Итак, в стране обсуждают новый план приватизации А мы сегодня продолжим разговор, начатый две недели назад, за круглым столом И первые 40 минут выпуска будут посвящены эффективному управлению государственным имуществом, акциям Алроса и, конечно, ее дочке Алроса Нюрба Еще раз сделаю акцент Тема эта серьезная, требующая взвешенного, грамотного, четкого, рационального, рачительного подхода Нет терпящая, наверное, на сколько скандачка Как всегда, эпиграф, который я приготовил к заглавной теме Великой нацией нас делает не наше богатство, а то, как мы его используем Теодор Рузвельт, 26-й американский президент, кстати говоря, занимающий четвертую строчку в рейтинге всех президентов Соединенных Штатов Телефон прямого эфира 423897, вы его видите на своих экранах Где-то примерно не с начала программы, а минуты с 15-й мы начнем принимать ваши звонки А участников сегодняшнего выпуска будем представлять по ходу программы, чтобы не тратить время Здравствуйте, Алексей Александрович Первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия, министр экономики Республики Саха-Якутия, Алексей Александрович Тручков Вот это правда, то, что я говорил в начале программы Наблюдается ли бюджетный дефицит И вот еще продолжение этого вопроса, вот как спрошу Приверженцем какого метода государственного регулирования является правительство Республики? Того ли метода, который подразумевает увеличение бюджетного дефицита в период экономической сложности Для стимулирования спроса? Или другого, не допускающего в принципе бюджетного дефицита? Мы, безусловно, стремимся к тому, чтобы минимизировать дефицит государственного бюджета Республики Саха-Якутия И если сравнить объемы дефицита государственного бюджета за 2016-2015 годы, то мы явно наблюдаем тенденцию к снижению дефицита государственного бюджета Республики Саха-Якутия Это говорит о том, что мы оптимизируем бюджетные расходы Принимаем решения по сокращению расходов государственных программ Принимаем решения по оптимизации сети бюджетных учреждений И в целом повышаем эффективность бюджетных расходов В соответствии с соглашением, которое мы заключили между Министерством финансов РФ и правительством Республики До 1 апреля текущего года мы должны разработать программу повышения эффективности бюджетных расходов Которая будет рассчитана на ближайшие три года И в этой программе мы как раз аккумулируем те приоритеты Приоритетные направления сокращения расходов государственного бюджета Это не сама цель, а главная цель это конечно повышение эффективности бюджетных расходов Чтобы каждый рубль, который мы направляем на те или иные направления из средств государственного бюджета был эффективен Понятно Валерий Аркадьевич Добрый день Добрый день, да, к вам вопрос Вот в контексте нашего разговора об управлении государственным имуществом Какие задачи решает и намеренно решать правительство вот в этом русле? Задач много может ставиться, собственно говоря, более эффективное управление Или повышение доходной части, опять же, бюджета Или что-то еще Какая первоочередная? Ну, задач, конечно же, несколько В первую очередь мы должны, работая с государственным имуществом Должны покрывать дефицит нашего бюджета И пополнять его бюджет Путем реализации нашего корпоративного права В управлении нашим государственным имуществом То есть акционерными обществами За долей государства Что и происходит, например, в тех предприятиях и компаниях, о которых вы упоминали В первую очередь такая задача В части имущества, которое подлежит той же приватизации, допустим Это, если решение такое принято Это реализация с максимальной выгодой То есть по рыночной стоимости Для того, чтобы, опять же, покрыть дефицит бюджета республики То есть продавай на пике Ну, мы еще к этому, собственно, подойдем Ну, наверное, если позволите добавить Что, конечно, главная цель Это не искать эффективного особенного Хотя это тоже одна из важнейших задач А, наверное, все-таки в большей степени Решение задач, возложенных на государство То бишь на правительство республики Сан-Зай-Кутин Ну, я вот могу озвучить несколько цифр Вы знаете о том, что К сентябрю текущего года Мы должны завершить реализацию первого этапа Переселения граждан из аварийного жилья И на эти цели мы направляем и направим Более 35 миллиардов рублей А реализация второго этапа Более масштабного Вот по состоянию на начало года Уровень аварийного жилья Более 1 миллиона квадратных метров В количестве многоквартирных жилых домов Это порядка 4 тысяч Вот реализация этого этапа Оценивается более чем 70 миллиардов рублей Вторая ключевая задача, которую мы должны решить до 2025 года Это строительство новых общеобразовательных школ Ликвидация второй смены И эта задача оценивается примерно в 67 миллиардов рублей То есть, соответственно, 70 плюс 67 137 Порядка 140 миллиардов рублей Это только две ключевые задачи Помимо этого, решение инфраструктурных задач Это газификация, это коммунальная инфраструктура Да, да, да То есть, я упоминал об обязательствах Другие объекты социальной сферы Здравоохранение, культура, физическая культура и спорт Все это требует значительных бюджетных инвестиций Которые, безусловно, могут быть изысканы Только путем частичной приватизации государственного имущества Того имущества, которое сегодня, ну, можно сказать, и на пике цены И то, которое сегодня востребовано А завтра, скажем, стоимость этого имущества Может быть в разы сокращена по объективным причинам Абсолютно Кстати говоря, ведь эта программа переселения из ветхого и аварийного жилья, например, она хоть и софинансируемая, но она требует больших вложений со стороны субъектов федерации изначально И только потом, когда эти вложения есть, даются уже федеральные деньги Даже если говорить о первом этапе, то примерно 70% это инвестиции из средств бюджета республики И только 30% это средства фонда содействия реформирования жилья Кстати, Алексей Александрович, а чем вообще руководствуется правительство, когда принимает решение о выставлении на продажу, скажем так, ценных бумаг того или иного предприятия? Ну, прежде всего, конечно, конъюнктура рынка, а второе, это решение, повторюсь, тех глобальных социальных задач, которые стоят перед государством Я имею в виду, когда выбирает то или иное предприятие, собственно говоря, вот его акции, вот надо бы сейчас Нет, безусловно, это конъюнктура рынка, либо те решения, которые так или иначе были приняты на федеральном уровне Что можно сказать вообще, вот уже, наверное, вопрос ко всем обращаюсь, к депутатам, прежде всего, на самом деле, к госсобранию Илтумен Эффективно ли осуществляется управление государственной собственностью? Можем сузить вопрос Можем сузить вопрос Да Ну, сегодня вот мы рассматривали ювелирную, гранильную промышленность, были парламентские ослушания Ну, как мы используем имущество? У нас было создано в 2092 году, в 1993 году специальное предприятие для реализации этой государственной программы Комитет по драгоценным металлам и камням Государственное предприятие планируется на акционирование, насколько я не ошибаюсь, на сегодняшний день Актив достаточно много Но оно где-то в 2000-е годы ушло от задачи поддержки нашей гранильной и ювелирной промышленности, а занялось другими задачами Вот выполняет она государственные функции? Я считаю, нет Нужно его акционировать, его нужно акционировать И тогда реализовать эти активы для того, чтобы решать те задачи, о которых говорится Вот выступление первого заместителя председателя правительства республики Саха и Якутия Или же это предприятие будет займется тем, чтобы поднять с колен нашу ювелирную и гранильную промышленность То есть на решение либо государственных задач, либо данное предприятие подлежит реализации По-моему, подход очень простой Ну, собственно говоря, здравый Да, Иван Иванович, пожалуйста, у вас хотел спросить Да, смотрите Я пересяду вот сюда Так, как мы управляем, да? Да Вот, допустим, у нас было Нижнеленское акционерное общество, так? Вот, но оно было стопроцентно республиканской Так ведь было, да? Было, да Да, так ведь было И сейчас его нет Он, значит, его растворили в алмазы на бар, и его нет, так? И говорили о том, что вот, ну, значит, неэффективно управляется Значит, деньги уходили там, скажем, вот этого акционерного общества Нижнеленского уходило на строительство там социальных объектов и так далее И в результате, вот, допустим, если мы, если сейчас люди скажут, что вот видите, как плохо управляется государством, значит, надо продавать акции Я считаю, что это будет неправильно То есть, вот, изначально надо было Нижнеленское ставить на правильные рейсы, на контроль, ну, например, на контроль, вот, скажем, от депутатов и так далее И тогда Нижнеленское, оно... Может, там другие причины А зачем? А зачем нам нужно было Нижнеленское? Оно было достаточно неэффективное, то есть прибыли там больших от нас где было Во-вторых, не задача государства добывать алмазы-то или золото Государственная задача, это, в первую очередь, социальная политика, государственная политика, инфраструктура, энергетика, транспорт, связь Зачем будем заниматься? Золотая масса добычи Ну, и потом надо понимать, что, на самом деле, реализация этого актива была очень выгодной для государства С учетом той ситуации, которая складывалась в этой компании И считаю, что, как раз-таки, мы при реализации этого актива имели достаточно хорошую прибыль, которую использовали для решения задач социально-экономического развития нашей республики Давайте сейчас примем С этой точки зрения, ну, наверное, здесь нельзя объективно сравнивать роль государства, либо не роль государства Но есть и объективные причины той ситуации, которая была много лет назад в этой компании Но сегодня эта компания успешно развивается, да, она дочерняя структура компании «Алруса-Анабара» «Алмаза-Анабара», да «Алмаза-Анабара», и, соответственно, там добыча идет в тех плановых объемах, в которых это было заполнено Давайте примем звонок от телезрителей, будьте добры, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире и задавайте вопрос, пожалуйста, по существу Не слышно Алло Алло, слушай, слушай Добрый вечер Это вас беспокоит Города Нюрба Да Алло, алло Да-да-да, мы еще будем говорить о компании «Алруса-Нюрба» Пенсионеры МВД Водников Сергей Прокупович У меня такой вопрос На основании каких документов и какого права от правительства республики Саха-Якутия Решило приватизировать 50% акцию «Аллроса-Нюрба» Которая, как мне не изменяет память, при создании «Аллроса-Нюрба» данная 50% акция была выделена администрацией Нюрбинского района, то есть жителям Для улучшения благосостояния жителей данного района Спасибо за вопрос Спасибо за вопрос, с вашего позволения Мы ответим на него Собственно, мы к нему подойдем В процессе обсуждения Позвольте, мы еще остановимся Буквально два слова На вообще Приватизации государственного имущества как такового Вот дорогие участники нашей дискуссии Правильно ли я считаю, что мы Мало внимания уделяем Ну, собственно, разговоры о том, как и на что тратятся эти деньги Вот по меткому замечанию Ольги Балабкиной, которая присутствовала две недели назад на круглом столе Да на каждый дом бы повесить табличку, на какие деньги, за счет чего это построено? Ну, я, во-первых, не соглашусь с такой позицией На самом деле, все, что делает Правительство Республики Саха и Кути В органы власти в целом Это достаточно публичные мероприятия И объекты, которые построены И информирование Населения о том, за счет каких средств И на какие средства направлены Вырученные От приватизации средства Они всем вообще известны Вот если, в частности, говорить о последних Итогах приватизации 2013 года, реализации 7% пакета акта акционерной компании «Алрос» То было выручено в целом от отделки более 18 миллиардов рублей А заводчикам налоговых платежей Объем порядка 17,5 миллиардов рублей И все они направлены в соответствии с решением Главы Республики Саха и Кути На строительство социальных объектов 6,4 миллиарда это ликвидация аварийного жилья Более 5 миллиардов это строительство социальных объектов С которых более 2 миллиардов это объекты здравоохранения Более 2 миллиардов это объекты образования Полтора миллиарда рублей направлены на улучшение И модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры И часть средств направлена Это порядка миллиарда рублей На развитие дорожной инфраструктуры Республики И по состоянию на начало года из этих средств Использовано порядка 78% И соответственно оставшиеся 22% Они будут также установлены графиком сроки Использованы и направлены на завершение строительства этих объектов То же самое у нас происходило и со средствами Которые мы выручили от приватизации Пакета акций холдинговой компании Кутуголь Это более 37 миллиардов рублей И в соответствии с мировым соглашением Перечень объектов он согласует с правительством Российской Федерации Министерством финансов Российской Федерации И там также ноль винная доля средств Это более 16 миллиардов рублей Направлено на завершение строительства железной дороги Более 9 миллиардов рублей направлено на решение задач газификации Населенных пунктов И в целом эти средства использованы на территории 22 муниципальных образований И я думаю, что и жители этих районов И руководство этих районов Они знают за счет чего строятся эти объекты Хорошо Алроса Нюрба Пора переходить Давайте посмотрим небольшой синхрон Ну как небольшой? Минута 40 Глаз Нюрбы, пожалуйста, поставьте нам Нюрбинский пакет акций 10% Они давно уже принадлежат Нюрбинскому району Потому что это по Конституции Российской Федерации У нас есть экономические права И вот именно базируясь на наших экономических правах Конституции Российской Федерации Эти 10% Нюрбинского пакета акций принадлежат нам И мы знаем историю, что Нюрбинский пакет акций У нас отобрали Это в 2002 году Хотя мы сохранили В уставе Нюрбинского района Статья 53 До этого была статья 6 И мы сохранили И обязательно должны были Вот эти акции Должны быть как бы Нашим базисом Нашей основой Мы знаем, что в этом году дивиденды были От Нюрбинского От Алроса Нюрба 14 миллиардов И в республику перечислено 1,4 миллиарда И они, конечно, бы могли сделать Нас экономически процветающими Потому что каждый нюрбинец Заинтересован, чтобы у него были акции Это наши экономические права И я считаю, что обоснованными Что мы требуем Возвратить обратно Наши 10% акций Конечно, почему? Потому что на основе того, что у нас Загрязнена река Вилюй Река Вилюй Тоже наше конституционное право На безопасную окружающую среду Ну, наверное, каждый якутянин Хочет Ну, собственно говоря Реализация своего права На хорошее существование Каждый гражданин России Собственно говоря Михаил Михайлович Может, я к вам обращусь Принадлежность акций Вот давайте Точку поставим Уже, да, на этом Ну, точку, наверное, здесь поставить Будет достаточно сложно Потому что уже история Такая у нас Уже для чести Но чисто вот смотрите Документально По всем этим Параметрам Получается так Что Росонирба Была создана В 1997 году Продолжим после рекламы Две минуты перерыв Студия НВК Саха Продолжает свою работу В прямом эфире А мы, соответственно Продолжаем разговор Об управлении Эффективном управлении Государственным имуществом В частности Акциях Ценных бумагах Компании Алроса Нюрба Михаил Михайлович Давайте продолжим Алроса Нюрба Была создана В 1997 году Как дочерняя компания Большой Алроса Да Она была создана По сути дела Приказом Распределения Алросы И зарегистрирована В Нюрбинском районе Но тут надо иметь ввиду Что в то время В 1997 году Наше внутреннее устройство Было другим Чем сейчас То есть тогда Существовали Государственные органы Местные Все было государственное Насказь пронизано И поэтому Получается Что поскольку Регистрация происходила На территории Нюрбинского района В то время То соответственно Президентом Тогда Алросы был Наш Вячеслав Анатольевич Штыров А президент Республики Николаев Который Уже На тот момент В республике Имели опыт Как бы Участия районов От Распределений И как говорится Владений Нехними Активами Но поскольку Это были Государственные органы То естественно Нюрбинский район Выступал в то время Полноправным Представителем Как говорится Государственной власти Республики После И наступил 2003 год Всех наших передряг Да Произошло изменение И у нас появились Муниципальные образования Муниципальные образования Они по своему характеру В роду совершенно другого Типа Они самостоятельные образования Но иметь ввиду Тут надо тогда Что на момент создания Росэнерба Их не было Это совершенно другое образование Существовало И естественным Правоприемником Всех Обязательств Которые на тот момент Существовали Перед Госорганом Существовали Являлось В правительстве республики Поскольку Осталось единственным По сути дела Государственный орган Власти В этом смысле Естественно Эти акции Были переданы В распоряжение Правительства Но сам вопрос Конечно остался Безусловно И это подтвердает То что Вообще Вот сама предыстория Намного раньше пошла Когда Первый президент Республики Михаил Петрович Николаев Придя К власти Он Еще в 92 году Опубликовал статью О том что У нас Вот это Алмазы Нанесли большой Экологический вред Вот в зоне Вильюшки Этих районов И с тем что Большой Роси Поэтому Выделили Ну там Официально Было закреплено По 1% акций Вот в данном случае По Роси Нюрба Специального закрепления Документального Нет Как такового Было просто Определено Что 10% От республиканская доля На кого Записано Это не оговорилось Нигде Республиканский пакет Ну они То есть Все время были Государственные Ну тем не менее Тем не менее В силу Я к чему спрашиваю Собственно Этот вопрос Вытекает Абсолютно Из вот этого Синхрона Который мы сейчас Увидели До рекламы Там почему Может быть Вот сегодня Нюрбе Немного Как бы Возмущается Потому что Все равно Помимо этого Что заключались Специальные договора Где администрация Участвовала Уже и в качестве Муниципального образования Продолжается Вот эта серия И они Являются Благоприобретателями В каком-то смысле Потому что Им Компания Выделяет Средства На строительство Социальных объектов Впрочем Ежегодно С этим соглашением Порядка 290 миллионов Рублей Идут Непосредственно На развитие Нюрбинского района И эта программа Продолжается Она будет И дальше продолжаться И она пролонгирована Если я не ошибаюсь Она пролонгирована Продолжается И Район В этом плане Он нисколько Не ущемлен А находится Я бы даже сказал В более выгодных Условиях Нежели Другие Районы Улуса Вилючка Группы Конечно В управлении Корпоративного управления Алроса Нюрба Также присутствуют Кроме представителей Республики Присутствуют Представители Нюрбинского района Это первый заместитель Главы Они присутствуют В управлении Управлении В совете директоров Понятно Какие Какие риски Вот Сейчас С этими акциями Мы могли бы Обозначить Я не знаю Волатильность Есть такой риск Есть такое слово Хорошо Какие еще Что на поверхности Структура Акционерного капитала Алроса Нюрба 87,5 акций Это Принадлежат 87,5 акций Принадлежат Большой Алросе Так 10% Республики 2,5% Миноритария Это понятно То есть это Стоп Практически Дочка У ни одного Второго Третьего клиента Нет контрольного Блокирующего пакета Никакого То есть это Миноритария В любой момент Большая Алроса Принимает решение По Алросу Они будут Обязательно Исполнение При этом Мы имеем В головной компании Алроса Я риски пишу Какие Большой компании Имеем блокирующий пакет То есть мы можем Управлять через блокирующий пакет То есть блокирующий пакет Большой Алроса Да По принятию решений По дочерней компании Алроса Нюрба Блок пакет Алроса Следовательно Вопрос управления Здесь не стоит Так Нашими 10% Еще какие риски Ну во вторых Котировки Котировки риски Котировки Укрепление рубля Я не знаю На сегодняшний день Вопрос укрепления рубля Да Рубль стал укрепляться Вы заметили Сейчас на бирже После декабря месяца Началось падение Акций Алроса Нюрба Если они в районе 28 декабря Стоили порядка 210 тысяч рублей За акции То они сейчас 169 169 я смотрел Это падение Произошло Достаточно существенно Да Этого был рост Постоянный Но там торги В общем-то Объемы Достаточно Небольшие Но все равно Такие риски есть Это же акции Они конечно подвержены Колебаниям рынка Нефть Состояние валют Колебания курса Волатильность Это же самое Это обязательно Может быть Дальше Принятие любых решений По большой компании Да Вот сейчас сменилось Руководство А как это скажется На дочерней компании То есть вопросы Тоже есть Да Рыночные Вопрос влияния рынка На самом деле На эти вещи Влияние рынка Да Влияние рынка Влияние управления Точнее сначала И отдельно Влияние рынка Да Да Влияние Вот там еще Самый сложный вопрос Наверное Заключается в том Что наша компания Алроса Нюрба Она по сути дела Являясь дочерним предприятием По сути не имеет Производственных активов Только об этом хотелось Не имеет производственных активов Да Не имеет своих Именно Потому что вот эти ГОКи Эти фабрики Они принадлежат Большой Алросовский И персонал Получает зарплату От Большого Алроса По сути дела То есть получается Как бы Положение Аллороса Нюрбак По простому Они как бы Посредник между лицензией На ниточке На ниточке На тонкую Все На самом деле Большой Они являются владельцами лицензии Большое Большое желание Большой Аллороса Все таки выйти на прибыль Управление Я думаю Этой компанией Это является лишняя структура Которая является посредником Которая не участвует Даже в производственном процессе Контора 67 человек сидит Ну и занимается Сидит вокруг лицензии Иван Иванович Я прошу прощения Это по-моему Вы говорили еще В конце прошлого года Обращали внимание На возможный делистинг Вывод Из Вывод этих бумаг Есть такой риск? Да Ну Значит Об этом говорят Это не я говорю Так И пишут Но Смотрите Значит Почему вот такая ситуация Сложилась Что вот Эти там 60 управленцев Нюрбак Они оказались Как бы Значит Вот как вы говорите Вот искусственным Каким-то Наростом Так Вот Но это тоже Ведь политика Почему они Им Значит Не дать работать Развернуться Как следует И так Почему Вот Я думаю Что вот Когда вот мы Рассуждаем Вот так Да Мы рассуждаем Из того Что вот Исходим Из целей Которые ставит Допустим Большая Алроса Так А мы же должны Ставить Вопрос С точки зрения Республики Вот Наших интересов Вот хотя бы Вот тех Оставшихся 25 и плюс 8 процентов Так ведь И поэтому Я например Считаю Что вот Неправильно Рассуждать С точки зрения Что вот Слабая Нюрба Алроса А надо говорить О том Об усилении И о роли Например Такая же ситуация Может возникнуть Допустим Как можно усилить Алроса Нюрба Мы не говорим о том Что слабая Алроса Нюрба Это компания Которая работает Работает устойчиво Имеет Достаточно неплохую прибыль Мы лишь Говорим о том Что есть актив Который сегодня Государство Может реализовать И при этом Получить достаточно Неплохую прибыль А с точки зрения Управления Этой компании То через блокирующий Пакет Который принадлежит Государство Мы можем управлять Этим активом И как говорит Из двух зол Мы предлагаем Принять наиболее Приемлемое Для государства Решение Не более того Смысла Значит Наращивать Ну Что мы от этого Выиграем Поэтому С этой точки зрения Это тоже В принципе Точка зрения У меня тоже вопрос Как наращивать Это значит Мы должны купить На самом деле Если Юридическое лицо Имеет лицензию Допустим На Ботобинское И Нюрбинское Месторождение Говорить О каких-то Производственных силах И так далее Тут неуместно Да Ну с точки зрения Стоимости акций Их Рыночной котировки И так далее Они имеют Тот актив Который ценится А не тот А не тот А не тот актив Который вы сейчас Хотите сказать 67 человек Работает Да Поларуси Штат Вот эти люди Имеют Активе Два Две лицензии Которые активно Это и есть Самая ценность Да Это самая ценность Это вот Это понятно Это полностью Блокирующий пакет Который На все может влиять Полностью У нас есть звонок Зрителя Будьте добры Представьтесь пожалуйста В эфире И ваш вопрос Ну что Вопрос собственности Там команда Толрус Да Добрый день Здравствуйте В городе Якутск У меня вот такой вопрос Когда республика Перестанет продавать Своё имущество Вот такой простой вопрос Когда республика Перестанет продавать Своё имущество Когда это станет Невыгодно государству Не ну вы Представляете Как будто бы Имущество республики Это бездонная бочка На самом деле У нас активов Я достаточно Невымательно смотрел Не так много осталось Процесс приватизации Идет Скоро он закончится Это конечный процесс И останется Та собственность Которая необходима Для осуществления Государственных функций А остального имущества Нам не нужно Вопрос Допустим Алексей Александрович И реализовывать его Соответственно То есть ваше предложение Если продолжать Вашу мысль реализовывать Его надо на пике цены Не ну Разумно Разумно Иван Иванович Вот помните Значит вот На сессии В комитете Значит поднялся вопрос О том Чтобы давайте Вот эти 10% Заложим в залог Заложим в банк Там и так далее И мы получим Один из механизмов Да и оплатим Значит Долги ЖКХ И так далее Ну тогда Виктор Николаевич Выступил Я это не одобряю Но я просто говорю Виктор Николаевич Выступил Что лучше продать Чем вот Заложить залог Было такое же Да И вот смотрите То есть вы Можете сейчас Поспорить Чье было решение Лучше Допустим Так Вот это Первое Предлагавшееся решение Пока ни одно Не реализовано Пока нет Пока собственно Все это в стадии обсуждения Это слава богу Вот в этом то и дело И то что Вот депутаты Выступили против В какой то степени Вы Виктор Николаевич Выступили против Вот этого Залогового механизма Но залоговый механизм Не подразумевает Сто процентное Собственно Получение сто процентов денег А потом его надо Выкупать собственно говоря Потом акция колеблется Потом еще Да вноси деньги за залог То есть я говорю о том Что мы Насколько Скажем так Неправильное Если мягко выразиться Значит Механизм Мы предлагаем Иногда И поэтому Давайте Вот Вы тоже должны Сомневаться в том Насколько это полезно Продавать вообще А мы и подвешиваем вопрос Что делать Да есть Понятно Вот они вполне Конкретные предложения Но в любом случае Решать правительство Я думаю что в споре Рождается истина Да есть Несколько вариантов Решения проблемы И все они имеют Право на Существование И естественно Из многовариантности Принимается то решение Которое Является Наиболее Приемлемым И устраивает И устраивает Скажем так Все стороны Вопроса Или процесса Естественно Такое решение Оно и будет Приниматься А в отношении Вот того Что актив А мы не оспариваем Что это является активом Но когда Сегодня допустим Материнская компания Владеет почти Не почти Ну почти 90% Она может принять Решение Материнская компания О переоформлении И в чем тогда Останется Ценность этого актива Поэтому Мы то Из этой логики Тоже исходим Мы же тоже Не вчера Скажем так Пришли И немножко Скажем так Разбираемся Поэтому Собственно говоря Когда мы предлагаем Пути решения Мы предлагаем Исходя из Той ситуации В которой мы Сегодня находимся И решение тех задач Которые сегодня Стоят перед правительством Да И вот Лозунг того Что когда мы Перестанем все Распродавать Ну Он конечно Такой Заезженный Да Лозунг Но На самом деле Он абсолютно Не соответствует Действительности И Действительно Может быть У республики Осталось Не так Много Ликвидных Активов Скажем так Да Но Это суждение Тоже На мой взгляд Оно достаточно Спортно У нас достаточно Много Компаний Которые 100% Акты Которых Находятся Собственностью Государства Да И естественно Программа Приватизация Она как раз таки Подразумевает Поиск тех Инвесторов Которые готовы Вложить В развитие Того или иного Производа Ну и в конце Здесь уже вопрос Эффективности По простому Приводить Аналогии Например Вот есть Допустим Корова И она Дает Молоко Но если Перестать Кормить Эту корову То соответственно Корова Молоко Перестанет Давать По аналогии Допустим С тем же Преимуществом Когда мы Владеем Допустим Акциями Государства В доле Промышленных Компаний Очевидно Мы как Собственники Должны Участвовать В развитии Этих Компаний Тогда Перед Государством Встает Дилемма Либо Школу Построить Где-то На селе Либо Эти средства Направить На развитие Допустим Промышленного Производства Для того Чтобы быть Эффективным Развитие Местного Производства Поэтому Это же тоже Надо понимать И мы Это тоже Понимаем И понимаем Что Любое Производственное Предприятие Любая Компания Она Должна Развиваться А чтобы Развиваться Нужен Значительный Объем Инвестиций Исходя Из этой Логики Собственно Мы Принимаем Решение И Предлагаем Вносим Предложение У нас Остается Очень Немного Времени Я хочу Чтобы Семен Тут вопрос В чем Допустим Российской Федерации Есть так Называем Стратегические Предприятия Которые Ограничены Очень сильно Либо вообще Не подлежат Приватизации Это предприятие Ну Таким Предприятием Республики Является Алрос И Связаны С ним Дочки И Алрос Аннерба Алмата Набар И так далее Тут Вопрос Какой Республики Есть Стратегические Предприятия Которых Ну Как сказать Пока трогать нельзя Священные короба Можно так сказать Если есть А почему Алрос Аннерба Не входит В этот Перечень Потому что Это предприятие Как сказали Миллиард 400 миллионов В этом В прошлом году Только Выплатила Это корова Которая Несет Молоко Дает Молоко Но деньги Размываются Наверное И второе Играть На рынке И сходить Из того Что Конъюнктура Сегодня Хорошая Поэтому Риско Надо Продавать Спекулятивное Поведение Государства Менеджерский Такой Подход Он Дает Право Понимать Людям Что Нету Стратегического Плана Нету Как бы Поступательного Движения И так далее Четкого Плана Как Работать С имуществом Республики Допустим Акции Этой компании Сейчас хорошо Продаются Раз Взяли И продали Несмотря На то Что Может Перспектива Это будет Ошибочное Решение Хорошо Посыл Понятен Собственно Говоря Во-первых Перечень Стратегических Предприятий Есть у Республики Сахай-Акут Он Утвержден Указом Главы Республики Сахай-Акут И в него Входят 20 предприятий В том числе И материнская Компания Алроса И ее Дочерняя Структура Алроса Нерба Они Сегодня В перечне Стратегических Предприятий И в соответствии С законом Республики Сахай-Акут Об управлении Государственной Собственности Есть особый Порядок Управления Исключения Либо Включения В этот Перечень Стратегических Компаний На сегодня Алроса Нерба Не исключена Из этого Перечня Находится В этом Перечне Юридические Решения На сегодняшний День Не принято Но вопрос Обсуждается И естественно Исходя Опять же Повторюсь Из конъюнктуры Рынка Будут Внесены Будут принят Соответствующие Решения И внесены Соответствующие Предложения В парламент Республики Понятно Иван Иванович Вот вас Прошу Все-таки Действительно Акции Это не залежи Это финансовый Инструмент Который Должен работать Принадлежащий Республике Так или иначе Мы это Собственно говоря Выяснили Может Пора к ним Так и относиться Как к финансовому Инструменту Ну вот Значит Когда вот Люди говорят Что стоило В январе Сколько Вы говорите 216 Да 216 Теперь упало До 163 Вот как Мы значит Почему мы Не продали И так далее Я считаю Это неправильно Потому что Он опять Это поднимется То есть Исходить из этого Тоже нельзя Так Алексей Александрович Но вот Когда вы говорите Что Очень мало Время на 40 секунд Компания будет Сама Вот Решать этот вопрос Там С Нюрбалроса И так далее Но 25% Почему у нас 5 секунд Буквально Алексей Александрович Я когда-то говорю Говорю с точки зрения Юридического Принятия решения Это будут решения Материнской компании Все Мы должны уже Закрабляться Поэтому Мы исходим только Лишь из этой логики Увидимся после рекламы И продолжим Нашу программу Мы вновь в студии Продолжаем программу Считаю важным На мой взгляд Я считаю важным Это отметить Разговор в первой части Программы Получился Конструктивным И достаточно Хорошим Рациональным Я вспоминаю фразу Которую говорил Генри Форд Собраться вместе Это начало Остаться вместе Это прогресс А работать вместе Это успех Собственно Что же получается Бумага правит человеком Особенно ценная бумага Но для меня Пожалуй Ценная бумага Это книга Та бумага На которой напечатана Анна Каренина Толстого Или мастера Маргарита Булгакова Стихи Пастернака Или Сонеты Шекспира Надо не забывать И в общем Я все время Это повторяю Что Россия Пока еще Литература Центричная страна В завершении В завершающей части Нашей программы Наш гость Заместитель Директора По информатизации Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия Василий Борисов Василий Борисов Рад приветствовать вас Анна Раич В этой студии Значит Давайте вот с чего Начнем Я знаю что На портале На сайте Собственно говоря Национальной библиотеки Выложен такой опросник Куда Заходящие Читатели Заходящие Пользователи Могут оставить Свои Предложения По развитию Библиотеки Вот собственно говоря О развитии библиотеки Вот Причем О современном развитии Мы вот сейчас И вокруг этого И будем строить Нашу беседу За оставшиеся нам Десять минут Давайте для начала Посмотрим Небольшой фрагментик Который мы подготовили Специально Для вот Этой части нашей программы Мнение читателей О том Почему Собственно говоря Какой они видят библиотеку При современных Технологиях Информационных Посещая библиотеки Нашей страны Достаточно часто По характеру Своей работы Я могу смело сказать Что наша библиотека Она ничем не уступает Ведущим библиотекам Москвы и Петербурга И последние годы Я заметила Что материально-техническая база Библиотеки Она стала заметно лучше В студенты сюда переходят И вот СРСК делают Курсовые Рефразы Здесь делают Удобно здесь Здесь буфит есть Книги Вот Интернет Все есть здесь Для меня Как студента Конечно Играет важную роль Потому что Здесь есть Свободный доступ К правовым системам Как консультант Плюс гарант И есть Кстати Доступ К другим библиотекам Ну как я видела Есть Зарубежные библиотеки И это Очень хорошо Конечно Я считаю Что библиотека Всегда Должна стоять На первом месте Как Источник информации Ну наша библиотека Конечно Очень хороша Тем что Столько информации Есть Открытый доступ К нормативно-правовой базе По всей стране Очень хорошо Распределено По каталогам Все Ну в целом Я как студентка Довольна Буфет Пожалуй Оставим в стороне Василий Горисович Упоминавшийся А вот То о чем Говорила Одна девушка Да Что Национальная библиотека Сродни Библиотекам Петербурга И Москвы Можно ли Говорить Об Об общих Направлениях Развития Ну В принципе Да Вот если Говорить О библиотечном деле Да О библиотеках Вообще В целом Не только Нашей страны А вообще Планеты всей То тут Развитие Будет Направление Как бы В использовании Новых информационных Технологий Информационно-коммуникативных Технологий Вот в этом направлении Должно идти Развитие Но в то же время Это очень важно Наверное Не терять Скажем так Какой-то гуманистической Направленности Которыми Библиотеки Всегда отличались От других Учреждений Ну а разве Одно мешает Другому В принципе Развивайте Информационные Технологии Не теряйте Гуманистической Направленности Почему именно Такое утверждение Прозвучало Потому что Оно звучит Сейчас Профессиональные Печати Потому что Библиотека Это такой Институт Где Если можно Так выразиться Общение Было субъект Субъектное То есть Человек С человеком Собственно Атмосфера такая А считается Что автоматизированные Системы И прочие Ветвещи База данных И прочее Они это Общение Нивелируют Субъект Объект Получается Получается Так Ну давайте Тогда об объекте Побольше Что за Информационные Новые Технологии Сервисы Находящиеся Может быть Вития Вот о чем Сейчас можно Говорить В этом плане Ну в этом плане Наверное Многие зрители Мнение Наверное Такое будет Что Новые Информационные Технологии Интернет И прочее Негативно Влияют На библиотеку Есть такое Утверждение Которое Не совсем На самом деле Это правильное Просто Колоссальная Разница Между Контентом Сети Имея ввиду Информацию Которую В интернете И фон Библиотеки Это две Колоссальные Разницы Абсолютно И вот эти новые Технологии Они Не то что Негативно Влияют на библиотеку А дают новые Возможности Вот в этом И вся суть Новые ресурсы Новый доступ В чем эти новые Возможности Давайте поговорить Что за новые Электронные сервисы Которые Можем предложить Если говорить Более конкретно То начать Наверное Надо с Электронной библиотеки С электронной библиотеки Если просто Это понимать Это сайт На этом сайте Наш читатель Наш пользователь Получает полный доступ К текстам документов К полнотекстовым документам Если можно так сказать Не приходя в библиотеку Удаленно Это все Реализуется В том числе Из ресурсов Других библиотек Совершенно правильно Это тоже Огромный потенциал Информационных технологий Которые сейчас Библиотеки Начинают использовать Допустим Если я скажу Что фонд Национальной библиотеки 1.700.000 Единиц хранения На сегодняшний день Примерно так Но получая доступ К ресурсам Других компаний Других библиотек И прочее Мы своим читателям Можем предоставить Доступ К еще большему Объему информации Используя Эти самые Информационные технологии Понятно Есть ли какие-то Ну может быть Основные Назовете Не все Проблемы Во внедрении Вот такой Такого сервиса Ну Наверное Такие Общепринятые Проблемы Скажем Кадры Мы т.б. Не будем сейчас Проблема такая Основная Она связана Именно с Законодательством Возможно С авторским правом Если так сказать Более конкретно А поподробнее Ну как бы Это палка в двух концах Такой закон должен быть И он должен работать Примерно так Как он сейчас работает Потому что Автор Должен получать Выгоду Своего труда Издатель Который продвигает Вот эту вот книгу Тоже должен там Иметь какие-то Плюсы От отцоведительности Но в то же время Библиотека Это практически Наверное Единственный Социальный институт Который остался Который работает Бесплатно То есть мы говорим О чем Что если мы Все книги Оцифруем И предоставим Доступ Мы это делаем Бесплатно То есть получается Промоушен Продвижение В какой-то мере Но в то же время Если читатель может Пойти в книжный магазин И купить эти книги Заплатив деньги А в библиотеке Он получает доступ К этим книгам Кстати говоря Мне понравился постулат Что библиотека Осталась Библиотека Это последний институт Институция Да С бесплатным сервисом Ну практически Наверное да Ну если Вот говорить о деньгах Допустим Вот читатель приходит В библиотеку И платит Если мне не изменяет По имени Это 25 рублей За читательский билет Все Доступ к информации И бесплатно Не хотите К авторам обратиться Хотелось бы Да Если можно Допустим Если вот Среди наших зрителей Присутствуют Представители издательств Или авторы То национальная библиотека Открыта Для сотрудничества Скажем так Заключения Литензионных соглашений Там авторских договоров Чтобы мы могли Ваши книги Представить Нашей электронной библиотеке Чтобы как можно Больше читателей Получили доступ Я вспоминаю Такую историю Рассказанную мне Очевидцем Одному известному Очень советскому писателю Сейчас он Еще более известен Когда-то На заре перестройки Это был Наверное Конец 80-х годов Даже не Начало 90-х Было предложено В Германии Два издательства Причем сказано так Одно издательство Деньги А другое Слава Чего выберете Угадайте Что выбрал Советский писатель В конце 80-х годов Деньги Деньги Как сиюминутное Собственно говоря Сиюминутный гонорар И лишился Может быть Главного То есть Слава Она тоже Приносит деньги Согласны Нет То что вы Предлагаете Это Продвижение И последующий Может быть И сохранение Вот что Самое важное Наверное Любой материальный Носитель Фимический реактор Все равно Протекает И вот Любая книга Любое издание Все равно Имеет Ограниченный Промежуток Существования Скажем А если Эта книга Будет в электронной Аблиотеке На наших серверах То она будет доступна Через 500 Не знаю Тысяч лет Периодика Собственно говоря Будет там Ну там же Нету таких вопросов Периодика Да Она уже И сейчас Можно сказать Есть в нашей Электронной Аблиотеке Можно получить Потому что То с чем Сталкиваются молодые Люди На самом деле Студенты Это в общем В основном Ну не в основном Не скажу так Но в очень Большой части Это периодические Издания Возможно Понятно Есть ли какие-то Цифровизация Вообще трудный процесс Я знаю по телевидению Насколько он трудный О библиотечном деле Очень трудный процесс Я не имею ввиду Даже деньги затратные Я имею ввиду Трудозатратные Собственно Ну Получается Книга же Это такой Объект С которым Надо очень бережно Обращаться И любое Сканирование Любая цифровка Наносит вред Этому документу Так что надо Там очень Как бы Деликатно И нежно С этими вещами Обращаться Да там Трудозатраты Большие Огромные Даже можно сказать И сама цифровка После обработки Там процессов Много На самом деле Я желаю вам успеха Василий Борисович Спасибо что пришли Что поговорили Обратились напрямую К авторам Ну а вам дорогие телезрители Я желаю как всегда Уверенности В завтрашнем дне Увидимся через неделю Всего хорошего Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok